всем привет друзья меня зовут никита и сегодня мы с вами разберемся в чем различие между пассажирскими грузовыми и маневровыми тепловозами поехали начнем с пассажирских машин для примера возьмем ярких представителей этого класса тепловоз step 70 и его усовершенствованную версию теп 70 bs что на 1 что на 2 установлен 16 цилиндровый дизель мощностью в 4000 лошадиных сил что чаще всего превосходит даже грузовой в расчете на одну секцию пассажирский тепловоз обладает высокими динамическими характеристиками позволяющими ему развивать конструкционную скорость до 160 километров в час нагрузка от оси колесной пары на рельсы тоже высокая порядка 225 245 килоньютонов минимальный радиус проходимых кривых от 125 метров а сила тяги длительного режима 130 180 килоньютонов при скорости 47 50 километров в час для работы с пассажирскими и скорыми поездами пассажирские тепловозы непременно оборудуются электропневматическими тормозами быстрота действия которых в два раза превосходит обычные пневматические а можно ли таскать грузовые вагоны пассажирским тепловозом теоретически нет а практически иногда на отдельных дорогах все же можно такое увидеть однако на самом же деле это делать не разрешено все дело в том что магистральные пассажирские тепловозы имеют цель нанесущий кузов вагонного типа представляющий собой сложную пространственную раму образованную из продольных и поперечных балок тонкостенных стержней и обшивки и он не рассчитан на те нагрузки которые возникают в процессе оттяжки и набегания длинного и тяжелого состава при изменении профиля пути к тому же больше по сравнению с грузовым тепловозом диаметр колес он здесь 1220 миллиметров против 1050 миллиметров у грузового позволяющий тепловоз удержать выбег на высоких скоростях будет существенно усложнять процесс начала движения при взятии с места тяжелого грузового поезда грузовые тепловозы как раз таки имеют меньший диаметр колес 1050 миллиметров две и более секции в составе локомотива что позволяет в разы увеличить соответственно и общую мощность тепловоза доходящую до 6 8 тысяч лошадиных сил количество ведущих осей а также сцепной вес по сравнению с пассажирской машиной конструкционная скорость их составляет 100 километров в час нагрузка от оси колесной пары на рельс и минимальный радиус проходимых кривых примерно такие же как у пассажирского тепловоза а вот сила тяги длительного режима куда выше примерно 253 300 килоньютонов при скорости 24 27 километров в час следовательно скорость для этих машин не самое главное здесь куда важнее высокие тяговые характеристики что и позволяет в конечном итоге осуществлять вождение тяжеловесных и длинно составных грузовых поездов кузов съемный вагонного типа с несущей рамой примером таких тепловозов на российских железных дорогах являются серии 2м 62 2т 116 и 2т 25км а грузовым тепловозом можно водить пассажирские и скорые поезда да это вполне допускается при оборудовании грузовых тепловозов и пт или в отдельно взятых случаях даже и на пневматических тормозах но машинисты работающие в пассажирском движении все же предпочитают пассажирский тепловоз грузовому так как в случае отставания от графика очень сложно будет где-то нагнать опоздание но зато если возникнет внештатная ситуация и внезапно выйдет из строя одна из секций тепловоза то без проблем можно будет довести поезды на одной и третий род службы элитное движение как иногда с ухмылкой говорят между собой машинисты это маневровая работа для этого рода службы есть свои тепловозы такие как чмэ 3 тем 2 тем 18 д тем 18 дм для удобства работы они имеют всего одну кабину управления в отличие от грузовых и пассажирских кузов съемный но уже не вагонного типа а капотного с несущей рамой дизель маневрового тепловоза куда скромнее по мощности пассажирского или грузового всего 1200 лошадиных сил однако при этом такая кроха обладает большей силой тяги длительного режима в 200 350 килоньютонов при скорости 10 11 километров в час а также способна вписываться в кривые радиусом начиная от 80 метров конструкционная скорость такая же как и у грузовых тепловозов 100 километров в час нагрузка от оси на рельс чуть ниже чем выше описанных тепловозов всего порядка 200 220 килоньютонов что позволяет ему работать на подъездных путях со слабым верхним строением и крутыми кривыми водить грузовые и пассажирские поезда на маневровках допускается не превышая при этом установленных весовых норм для данного участка обслуживания и не жестких графиках следования при работе в пассажирском движении ну и наконец последняя такая подкатегория тепловозов это универсальные или грузопассажирские они предназначены и способны водить любые поезда как грузовые так и пассажирские а также выполнять маневровую работу и работать с различными путевыми машинами и хозяйственными поездами сегодня на сети железных дорог к таким тепловозом относятся всего лишь одна старая добрая советская серия m62 машка и ее более совершенная версия dm 62 работавшая с легендарными ракетными поездами бжрк они обладают неплохими тяговыми характеристиками для работы с грузовыми и сборными поездами и оснащены дизелем мощностью в 2000 лошадиных сил а для вождения пассажирских поездов оснащаются и пт и имеют два воздухораспределителя один грузового типа и один пассажирского ну что надеюсь теперь вы понимаете для чего нужно столько видов тепловозов на этом у меня все огромное спасибо за просмотр оценивайте подписывайтесь и до новых встреч пока